Стартовало заселение в общежитие Казанского университета. Первыми к долгожданной встрече с новым домом прибыли студенты Института международных отношений, Института психологии и образования, Института фундаментальной медицины и биологии. Все очень хорошо сделано. Я очень приятно удивлена тем, как все организовано. Я мечтала жить в деревне Универсиада. Это очень хорошее общежитие и потрясающая территория, сами комнаты в общежитии. Я очень рада. Я хотела жить в деревне Универсиада. Я буду учиться в Институте психологии и образования. Вот и я нашла у себя попутчицу, которая тоже учится со мной в Институте психологии и образования. Я очень рада, что попала в деревню Универсиада и жду хороших впечатлений. Очень довольны условиями. Нас здесь встретили хорошо, все объяснили, все понятно. В принципе, все в порядке. Спасибо большое организаторам и руководителям этого университета. Перед заселением в общежитие для студентов КСК КФУ Уникс провели инструктаж по правилам внутреннего распорядка и техники безопасности. Всех студентов обслуживает студенческая поликлиника. То есть, если вы, не дай бог, заболели, чувствуете себя не очень хорошо, можно туда обратиться. Далее ребята отправились по общежитиям. Наша съемочная группа отправила следом и воочию увидела, какие апартаменты приготовили студентам в деревню Универсиады. Студентка Института международных отношений Аделина Галимзянова приехала учиться в Казанский университет из города Огрыз. В Казани она впервые мечтала поступить именно в КФУ с седьмого класса. Я очень рада, что я попала именно в деревню Универсиады. Я посмотрела комнаты и персонал здесь приветливый. Мне нравится деревня Универсиада тем, что здесь санузел и кухня на одну комнату. Тем самым мне не нужно будет ходить по коридору и место для меня будет уютным, как у дома. Кроме того, я здесь посмотрела, очень много домов, много студентов и много новых друзей и знакомых. На самом деле я думала, что все заселение займет очень много часов. Я в Казани буду до вечера. А на самом деле я приехала к восьми утра, инструктаж у нас был до десяти, потом я сразу вызвала такси и приехала сюда. Процедура заселения пройдет с 24 по 29 и 31 августа с подробными правилами заселения, графиком, списком студентов и необходимыми документами. Можно ознакомиться на сайте КФУ. А если у вас возникли вопросы по заселению, можно обратиться в отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике, позвонив по номеру, который вы видите у себя на экране. 8 843 590 82 81. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.